В мире, где онлайн-банкинг стал нормой, использование сейфов и депозитарных ячеек кажется старомодным. Но на самом деле где-то 25 миллионов ячеек арендуются в одних только Соединенных Штатах. И среди всех этих ценных коробочек то и дело мелькают настоящие загадки. От тайников с наличными до жутких коллекций и даже глазных яблок Эйнштейна. Давайте раскроем некоторые безумные секреты, найденные в сейфах и ячейках. Исторический анбоксинг Депозитарные ячейки, контейнеры в банковских хранилищах, используются для хранения личных ценностей с 1860-х. И неудивительно, что в них бывают исторические предметы. В 21 году тиктокер Билли Холт и его друг Шон приобрели старое собрание таких ячеек, которые выставили на продажу на аукционе из-за закрытия старого банка. Законы, касающиеся продажи с аукциона заброшенных ячеек различаются в разных штатах. Как правило, банки обязаны вести журнал учета и передавать депозитарные ячейки государству. Но, видимо, это собрание каким-то образом упустили из виду и нашли только когда начали очищать здание. Друзья планировали использовать шкаф с ячейками как столик, но не подозревали, что купили нечто большее, чем подставку для чашек кофе. Всего имелось 30 депозитарных ячеек, использовавшихся в 20-х годах прошлого века. И внутри все еще лежали вещи. К счастью, банк выдолбили и Шону ключи к каждой ячейке, снимая процесс для тиктока. Они начали по очереди открывать каждую ячейку, и внутри оказались кое-какие очень интересные находки. Во многих коробках были вполне ожидаемые для них вещи, всякие личные документы и драгоценности, но в некоторых таилось нечто странное. В ячейке 113 лежала кукла красной шапочки, которая могла превращаться в бабушку, а также в ужасного волка в одежде бабушки. В ячейке под номером 137 скрывались другие жуткие куклы. В чем заключалась их ценность, раз их положили в ячейке, неизвестно. Но я надеюсь, что в них не жили никакие злые духи. Самой неприятной находкой, оказалось содержимое ячейки 103, в которой лежал желтый человеческий зуб. Зрители посоветовали Билли и Шону отправить его на ДНК-анализ, на случай, если он принадлежит пропавшему человеку. И хотя обновлений не последовало, такая находка сильно их испугала. Загадка этого зуба так и осталась неразгаданной. Но кто знает, может быть ячейка принадлежала торговцу зубами с черного рынка, и где-то есть другая ячейка, как эта, которую я сделал в фотошопе, наполненная старыми зубами и ждущая, когда ее найдет зубная фея. Эта картинка еще хуже, чем мой поход к стоматологу. Ничья тайна В США во всех штатах есть законы о невостребованной собственности, которые требуют, чтобы банки передавали заброшенные ячейки государству. Как правило, это происходит, потому что владелец не оплачивал годовое содержание ячейки определенное время или не отвечал на извещение банка с требованием оплатить аренду хранилища. Ячейку, признанную заброшенной, отправляют в отдел невостребованного имущества штата, где ее открывают. Это настоящие сокровищницы личных вещей. И некоторые находки просто удивительны. Недавно в отделении в Колорадо обнаружили целый невостребованный клад, включая серебряные слитки, ожерелье Тиффани с бриллиантами, жемчугом и изумрудами за 150 тысяч долларов. Ожерелье, а также другие предметы, найденные в заброшенных ячейках, помечаются и хранятся в огромном, хорошо защищенном хранилище в Капитолии штата. Там они остаются, пока законный владелец не заявит свои права на них, если он вообще появится. В Колорадо возвращенные предметы стоят обычно пару сотен долларов, но стоимость самой дорогой возвращенной ячейки составила миллион двести тридцать тысяч долларов, хотя о ее крайне дорогом содержимом публично не сообщали. Правила различаются от штата к штату, но если хозяин не объявится, в Колораде, Техасе, Калифорнии и Вашингтоне с аукциона продают ценные вещи, переданные Капитолию. Обычно в их число входят ювелирные изделия, коллекционные предметы и антиквариат. Но никто не продает документы с личной информацией, например, завещания и другие подобные бумаги. Впрочем, не все ячейки тают сокровища. Например, в Юте в некоторых коробочках нашли очень уж странные секреты. Так, в одной ячейке хранился полный клоунский костюм, в другой лежала лыжная маска и дробовик, а в третьей вовсе покоился чей-то умерший кот. Кажется, кто-то решил воплотить в жизнь эксперимент с котом Шрёдингера. Будем надеяться, что бедный кот уже не был жив, когда его туда положили. Внутренняя работа В марте 2021 года ФБР без предупреждения обыскала компанию Private Vault в Беверли-Хиллз и конфисковала ячейки сотен клиентов. Оказалось, что Private Vault активно предлагала клиентам не использовать свои настоящие данные, чтобы они могли хранить доходы от преступной деятельности, и так их было бы трудно отследить. Но, конечно, ФБР пронюхала, что что-то не так, и в итоге 86 миллионов долларов конфисковали из 800 ячеек, а в 22-м году руководство компании призналось в отмывании денег. Однако в ходе обыска были изъяты ценности, принадлежавшие клиентам, которые были невиновны, и им пришлось через суд, заплатив немало денег, вернуть вещи, конфискованные ФБР. Хотя бюро успешно разоблачило действия преступной организации, возник вопрос, не был ли внезапный обыск с конфискацией нарушением права клиентов на частную собственность. Однако Private Vault не единственная компания, которая занималась махинациями с ячейками. Так, в апреле 2011 года полиция изъяла 6717 ячеек, которые находились в трех разных депозитарных центрах в Лондоне. У полицейских ушло 11 дней на обыск, и они нашли поддельные паспорта, золото, деньги и другие вещи, связанные с преступностью. Выяснилось, что эти депозитарные центры были в сговоре с преступными организациями, а стояли за этой хитроумной схемой председатель компании Милтон Вулф и ее же директор Жаклин Свон. Они вели роскошный образ жизни, взимая с сообщников десятки тысяч долларов с каждого за хранение трофеев от их преступлений. Похожие преступные ячейки обнаружили в Канаде в феврале 2014 года, когда полиция изъяла почти 2,5 миллиона наличными после обыска всего трех коробок в двух разных банках в Торонто. Эту находку совершили в рамках годового расследования проект «Зеленый гигант», раскрывшего доставку кое-каких других зеленых вещей из Британской Колумбии в Торонто. Учитывая частный характер ячеек, неудивительно, что преступники пользуются их преимуществами. И иногда это происходит прямо под носом у властей. Много лет местный чиновник по имени Джон Джордж-младший считался образцовым гражданином Массачусетса. Но во время расследования финансов Джорджа в 2015 году следователи нашли свыше 2,5 миллионов долларов наличными часы Rolex и украшения в нескольких ячейках в городах Нью-Бетфорд и Фэр-Хейвен в Массачусетсе. И, конечно же, все эти ценности спрятали не для того, чтобы сохранить их в хорошем состоянии, а потому что их купили на деньги налогоплательщиков. Да, в июле 2015 года Джона Джорджа приговорили к 70 месяцам тюрьмы за хищение сотен тысяч долларов у транспортной компании, финансируемой налогами, которую он как раз возглавлял. Упс. Таинственный сейф. В августе 2015 года в интернете появилась история о супругах из Феникса, которые совершили удивительную находку во время ремонта. В их доме было достаточно много ненужных вещей. И, разбирая старый шкафчик с лекарствами, Эдди и Энджи наткнулись на листок бумаги. На нем была написана комбинация для какого-то замка. И хотя они не нашли ничего, что можно было отпереть, супруги на всякий случай сохранили его. Эдди и Энджи продолжили ремонт и принялись снимать плитку на кухне, но внезапно нашли сейф в поло. Вспомнив про бумажку с кодом, они поскорее ввели комбинацию, и к их удивлению она подошла. Заглянув внутрь, они первым делом обратили внимание на какие-то стопки. Судя по всему, это были 100-долларовые купюры. Оказалось, что это 51 800 долларов, в основном банкнотами по 100 долларов выпуска 1969 года. Помимо денег, в сейфе стояла бутылка бурбона Джеймса и Пеппер 1960 года, стоимостью 350 долларов. Наличные бурбон явно были ценными, но остальное содержимое оказалось более таинственным. Например, книга «Путеводитель растерянных Эрнста Шумахера» 1967 года. На первой странице была старая фотография с надписью с задней стороны «Алан, ты должен прочитать эту книгу? Я подчеркнул ключевые отрывки. Твой друг Винсент». Подчеркнутые фразы в книге относились к картам и поиску вещей, а на небольшой карте Аризоны крестом был помечен город Месса. На 11-й странице лежала еще одна старая фотография дома с подписью «Гласящий». Там получены плодотворные результаты. На обороте была написана загадочная фраза «Где одно дерево становится тремя?». Может, это место других сокровищ? Историю опубликовали многие солидные онлайн-СМИ, а пользователи интернета пытались решить загадку, но во всем этом было что-то подозрительное. Сайт, на котором впервые выложили историю, Чаев, был известен розыгрышами еще с 2007 года. И действительно, основатель Чаев Джон Рисик раскрыл правду, стоящую за невероятной историей. Это был фейк. Единственный настоящий секрет, который открыл этот случай, это что интернет все еще можно потролить с фабрикованной информацией. Но не отчаивайтесь. Хотя обнаружить сейф с настоящими сокровищами кажется невозможным. Не стоит спешить с выводами. Сюрприз сверху. Говорят, дом там, где сердце. Но для одной пары из Кливленда дом был там, где сердце пропустило удар, когда они совершили шокирующее открытие во время ремонта дома в октябре 2016 года. Посреди снятия покрытого пылью потолка в подвале, пользователь Реддита Браник12 заметил нечто странное. Наверху, в темном углу, была одинокая зеленая коробка, подпертая потолочными балками. Вытащив ее, Браник понял, что она не была тяжелой. Однако в ней явно что-то было. Оставался вопрос. Что именно? Браник вынес коробку на улицу и, наконец-то, смог увидеть, как давно она там лежала. Она была вся в пыли и обернута толстым грязным шнурком. Разумеется, Браник не мог больше терпеть и осторожно поднял крышку. Внутри он увидел какие-то предметы, завернутые в старую вощенную бумагу, сквозь которую можно было разглядеть, что вещи зеленого цвета. Наконец, разорвав бумагу, Браник обнаружил пачки банкнот по 20, 50 и 100 долларов, выпущенных с 28 по 34 годы. Придя в себя после такого открытия, Браник снова принялся за работу в подвале, но он не подозревал, что с удивительными секретами его дома еще не покончено. Продолжая снимать потолок, Браник не поверил своим глазам, когда заметил еще одну зеленую коробку. Она была раза в два тяжелее первой, и в ней тоже виднелось нечто зеленое. Браник не сомневался, что ему досталась еще одна удачная заначка из прошлого. Да, это были наличные. Их оказалось еще больше. Хотя, неизвестно, кто спрятал деньги в потолке и почему, была одна подсказка о том, сколько лет они там пробыли. В коробках лежали страницы газеты Кливленда «Плейн Дилер», и выпуск от 25 марта 51 года был самым ранним из использованных. То есть, коробки пролежали под потолком подвала примерно 65 лет. После того, как эксперт оценил старые банкноты, супруги решили продать наиболее редкие из них, и некоторые стоили где-то в 4 раза больше их номинала. В итоге, общая сумма находки составила 45 тысяч долларов, и супруги положили их на свой банковский счет. Некоторым людям так везет. А я находил в подвале только своего странного брата Сашу. Ячейка раздора Говорят, чем больше у тебя есть, тем больше можешь потерять. Поэтому богачам логично пользоваться ячейками для хранения ценных вещей в безопасности. Но, как вы сейчас узнаете, все не так просто. Миллиардер и бизнесмен Мохаммед Аль-Файет владел одним из самых известных и роскошных универмагов в мире Харатс с 1985 по 2010 год. Владение самым богатым магазином Лондона – это приятно. Но у Мохаммеда было немало врагов, и главным был Рональд Тайни Роуленд. Все началось в 1985 году, когда компания Тайни проиграла Мохаммеду Аль-Файету в битве за покупку Харатс. Мохаммеда обвинили в том, что он солгал о богатстве и происхождении, когда боролся за контроль над магазином. И Тайни начал масштабную войну клеветы и обвинений против соперника, надеясь присвоить Харатс себе. Возможно, в его утверждениях была доля правды. Но эта вражда продолжалась 10 лет, а в декабре 1995 года все вышло из-под контроля. И виновата в этом была содержимое ячейки. Началось все с того, что директор по безопасности Харатс Роберт Лофтус показал Мохаммеду запись, где Тайни посещал хранилище Харатс. Оказалось, он арендовал ячейку еще в 60-е, задолго до того, как Мохаммед приобрел универмаг. Но мысль о том, что у его врага была собственная ячейка в Харатс прямо у него под носом, по причинам, известным лишь миллиардерам, выявила Мохаммеда из себя. Однажды управляющему хранилищем Харатс сказали не проверять сигнализацию на ночь и оставить камеры наблюдения выключенными. Только те, кто был там в ту ночь, знают, что произошло дальше. Но известно, что вскоре после этого Тайни сообщил о краже содержимого своей ячейки в Харатс. Он утверждал, что среди украденных сокровищ были изумруды, рубины и древние тибетские монеты, и он был уверен, что за этим стоял Мохаммед. По версии Тайни, его враг выкрал имущество с целью выкупа, чтобы шантажировать его и заставить объявить, что он давал взятки чиновникам за расследование покупки Харатс Мохаммедом. Но так как записи с камер видеонаблюдения, доказывавших это не было, оказалось невозможно доказать, что драгоценности были украдены, а не изъяты владельцам. За несколько месяцев до судебного разбирательства Тайни умер в июле 98-го года, но его жена собиралась отомстить. В ноябре того же года Мохаммед наконец-то признался, что знал о взломе ячейки Тайни в своем хранилище, но отрицал личное участие в этом. Он якобы узнал обо всем только позже. Впрочем, он заплатил 2 миллиона 700 тысяч долларов за ущерб и расходы миссис Роуленд. Значит, точно не виновен. Магия чисел В городе Харрисон в Арканзасе сейф весом 270 килограммов с двумя ящиками стоял в административном офисе в здании окружного суда Бун на протяжении 52-х лет. Загвоздка была в том, что никто не знал, когда его поставили или какой у него код. В 10 утра 14 марта 17-го года наступил судный день для сейфа, и люди собрались на парковке у суда, чтобы узреть исторический момент его открытия. Пока слесари сверлили металлическую коробку, зрители, затаив дыхание, ждали и гадали, что же скрывается внутри. Когда сейф наконец открыли, слесари нашли только сложенный листок бумаги. Неужели на нем было написано секретное послание? Или это была карта сокровищ? Нет, это была комбинация сейфа. Хотя жителей Харрисона ждало полное разочарование, когда они разгадали тайну своего сейфа, следующая история намного интереснее. И вот тут человеку очень повезло. Стивен Миллс посетил музей в Вермилле на Вальберте в Канаде, и его внимание привлек таинственный запертый сейф, который стоял среди других экспонатов. Когда-то он находился в отеле, работавшем в 70-е годы. И к тому моменту, когда его передали музею в 90-е, никто не знал, какой у него код или что было внутри. С тех пор посетители пытались вводить разные комбинации. Но так как цифры на замке находились в диапазоне от 0 до 60, вероятность верно угадать трехзначный код была 1 на 216 тысяч. Когда Стивен решил попробовать, сначала это была просто шутка, чтобы развлечь детей. Но когда он ввел последовательность 20-40-60, Стивен, его семья и другие посетители музея с удивлением услышали внезапный щелчок, а затем дверь сейфа отворилась. Тайна раскрылась через 40 лет, но что находилось внутри? Оказалось, что загадка была намного более интересной, чем само содержимое таинственного сейфа. В нем лежала старая платежная ведомость, чек на пачку сигарет и сухой бургер. Хотя это не самая удивительная находка. Самым интересным секретом в этом случае оказался скрытый талант Стивена к взлому кодов. Жуткий подвал В мае 2014 года пользователь Реддита под ником Ламберджек поделился фотографиями своих весьма пугающих находок. Когда он переехал в новый дом, то неожиданно заметил нечто, о чем риэлтор ему не рассказывал. Таинственную запертую черную дверь, которая находилась в углу подвала. Ламберджек смог открыть ее, и там он увидел небольшое пространство. Решившись забраться внутрь, он обнаружил нечто еще более загадочное. Дело в том, что стены, пол и потолок были покрыты звуконепроницаемыми досками, и там было несколько розеток, что казалось странным для подвального помещения. Но самым загадочным был черный сейф, одиноко стоящий во тьме. Ламберджек не рассказал, как именно ему удалось открыть этот сейф, но главное было не это. Изнутри на двери было написано «Не надо». Хотя надпись немного пугала, когда Ламберджек присмотрелся как следует, он заметил другие послания. И вот они были уже намного страшнее. В маленьком сейфе лежали кассеты, каждая помеченная номером. На одной была надпись «Нет-нет-нет», а вместе с записями лежал лист бумаги, на котором было написано «Спаси себя». В своем посте автор утверждал, что он пока не включал кассеты и боится того, что на них может быть. Но никакого нормального завершения истории не последовало, так как посты Ламберджек просто-напросто исчезли с Реддита. Один пользователь утверждал, что написал автору, надеясь узнать ответы. Как писал детектив под ником Solan Seek, Ламберджек рассказал ему, что местный шериф заставил его удалить пост после того, как стало известно, что кассеты были частью уголовного расследования. Новостей не было, и пользователям оставалось лишь гадать, что случилось с автором и с загадочными записями. Прошли годы, и неожиданно пользователь Реддита, который тоже имел ник Ламберджек, опубликовал пост в Сабреддите с признаниями в декабре 2021 года, заявив, «Я начал розыгрыш, который завирусился, и вышел из-под контроля». Автор утверждал, что он тот самый Ламберджек, и что он якобы выдумал все это, чтобы привлечь внимание к фильму ужасов, который так и не удалось снять. Судя по всему, тайну удалось раскрыть. Но модераторы Сабреддита быстро удалили пост без каких-либо объяснений, добавив новую главу к тайне жуткого подвала и сейфа с кассетами. Глаза Эйнштейна Альберт Эйнштейн умер 18 апреля 1955 года, и мир лишился гения. Но даже после смерти сам Эйнштейн лишился части своей гениальности. Через несколько часов после его смерти в больнице Принстона в Нью-Джерси патологоанатом Томас Харви произвел неразрешенное вскрытие тела Эйнштейна и решил взглянуть на самое впечатляющее его достояние – мозг. Хотя он не был нейрохирургом, Харви осенила идея, пока он был наедине с самым впечатляющим мозгом на планете. Почему бы не забрать его себе? Кража мозга одного из самых умных людей за всю историю – это одно. Но Харви на этом не остановился. После того, как он извлек мозг, он принялся доставать глазные яблоки Эйнштейна. Харви хранил мозг ученого больше 40 лет, но подарил украденные глаза окулисту, лечившему Эйнштейна, доктору Гарри Абрамсу. Конечно, подарок в виде глаз пациента – это ужасная, если не тошнотворная идея. Но Абрамс был невероятно рад. Благодаря тому, что Альберт Эйнштейн был его пациентом, его карьера пошла в гору. Но хранить его глаза – это, на мой взгляд, более чем странно. Пожалуй, я больше никогда не буду беседовать со своим окулистом. В 1994 году Абрамс признался, что хранил глаза Эйнштейна в ячейке, находящейся где-то в Нью-Йорке. Однако он скончался в 2009 году. И хотя местонахождение ячейки неизвестно, можно только предположить, что глаза Эйнштейна стали собственностью потомков Абрамса. Повезло. Но нам остается надеяться на это. Есть менее приятная версия, что про ячейку забыли, и она заброшена. А это однажды приведет к тому, что какой-нибудь сотрудник хранилища сильно испугается, открыв ячейку Абрамса, готовую к аукциону. Ведь в ней окажется пара знаменитых глаз, смотрящих прямо на него. Так мы бы, конечно, узнали, где на самом деле прятались глаза, но мне жалко сотрудника. Это же шок на всю жизнь. А вы находили что-нибудь необычное в сейфах или ячейках? Или, может быть, вы сами скрываете что-нибудь в сейфе? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр!